сегодня захотела поговорить с вами сама потому что если честно то скучаю немного вообще мне не нравится слово недорого мне кажется что лучше кричать всем дорого своем бизнесе не стремитесь и не думайте и не надеетесь что вы когда-то дойдете во всем вот до идеальной формы до идеального продукта идеальной упаковки и подачи и я вообще поняла что ну как бы программу не получается очень глубокой хочу показать вам немножко закулисья как это все происходит очень важно как и в любом бизнесе найти индивидуальность я люблю покупать у своих отрабатывая большие деньги я перестала чувствовать удовольствие они или не говорят правды или от них невозможно узнать там какие-то вопросы касаемо финансов до христос воскресе друзья ну что с праздником светлой пасхи сегодня наш выпуск выходит в такой праздничный достаточно денег знаете мне сегодня захотелось побыть более спокойной ну не настолько что прям совсем немножко таки светят киеве весна но мне сегодня не захотелось приглашать никаких героев и сегодня захотела поговорить с вами сама потому что если честно то скучаю немного и очень сейчас такой знаете период когда мы находимся в поиске когда наш youtube канал приобретает какие-то свои новые очертания и сегодня мне хочется с вами поделиться тем что мы делаем потому что вы зачастую видите только картинку какую-то более идеальную мне хочется рассказать и показать вам смысл и объяснить что это за проект каким образом мы развиваемся потому что по сути youtube это прототип любого другого бизнеса здесь все точно так же работает как и в любом другом бизнесе и сегодня хочу рассказать вам больше об этом ну и побыть с вами немножко ближе так что оставайтесь с нами до конца выпуск будет я думаю не очень долгим но однозначно вам будет что подчеркнуть фотографируемся фотографируемся возле карусели дорогого за сниму меня все недорого вот 1000 долларов кадр пожалуйста вообще мне не нравится слова недорого мне кажется что лучше кричать всем дорого и как выделиться на фоне все недорого мне еще дешевле а у меня самое дорогое подходить самое дорогое фото не прогадаешь фото от ермиловой теперь ставьте делают так так ну как вы помните все начинается у нас с идеи и в общем то зажигалка тоже началась с идеи сделать такой влог который который бы рассказывал что-то нес даже не рассказывал мне что-то полезно знакомил с классными людьми который бы рассказывал как люди делают бизнес но знаете вот когда я начала это делать я стала оглядываться вокруг и поняла что ну уже многие очень это делают и что лично мне очень не симпатична позиция человека который выступает в роли но такого знаете интервью эра вот люди которые там меня не знают они часто комментируют там ведущая какая-то ее там слишком много но я же не ведущая и я не хочу быть ведущей и я понимаю что люди у которых мы берем интервью зачастую многие не все но они или не говорят правды или от них невозможно узнать там какие-то вопросы касаемо финансов да всегда всем интересно например где взял деньги где взял деньги вот откуда у они были но у нас же никто не хочет об этом говорить как помните доктор хаус говорил все врут вот вот все или врут или просто говорят мы не не хотим отвечать на эти вопросы либо потом при монтаже кто-то что-то просит как бы вырезать и я вообще поняла что ну как бы программа не получается очень глубокой а мне все таки я всегда славилась глубиной потому что мне самой очень интересно не просто вам что-то рассказывать а мне хочется чтобы вам это приносило реальную пользу чтобы вас это заставляло задуматься тем более что я сама такой человек я одну точно не ведущая я сама предприниматель я сама очень многие вещи пробовала пробую и я знаю что все работает ну не так как многие говорят что сегодня запустить любой проект ну это очень непросто и скажем так очень мало предпринимателей вот например почему зашел проект с кристиной да вы смотрели хэппи бокс потому что мы видим очень реальную историю реального человека мы знаем она рассказывает абсолютно все мы знаем откуда она брала деньги сколько она работала и мы как бы и верим а мы доверяем этому многие большие проекты с ними очень классно знакомиться и мне нравятся очень эти люди но вот понимаете вот этого глубинных моментов очень мало можно достать и меня это беспокоит и вот сейчас очень много я наблюдаю людей которые занялись влогами которые вот это бегают и там у всех все спрашивают и как-то знаете их самих вообще не интересно смотреть и как-то ничего после этого не остается и какое-то такое ощущение что все пошли по офисам табунами такие все будем знакомить у всех одни и те же герои и это на самом деле грустно и меня это конечно заставило задуматься что я хочу все таки добавить в свои влоги больше смысла и безусловно герои будут присутствовать но скорее всего несколько по-другому скорее всего я буду стараться хотя бы до чего-то докапываться я уже неоднократно говорила о том что например с большими бизнесами вообще бесполезно о чем-то говорить на момент финансов у них есть какие-то масштабные мысли у определенных предпринимателей и мы будем но это классно но вот например почему люди не говорят о деньгах да потому что очень многие бизнесы вообще вот в украине я наблюдаю это сплошь и рядом ну во первых а это вообще не бизнесы то есть они не функционируют за счет своих собственных денег они функционируют за счет других денег откуда берутся другие деньги но вот другие деньги зачастую так получается очень многих людей когда там например папа где-то работает еще кто-то где-то работает когда связь все-таки вот эта откатная она эта модель очень присутствует у нас да у всех государственных чиновников то почему люди убивают друг друга за то чтобы попасть в политику и так далее естественно что когда я например кому-то присылаю запросы в отношении там давайте снимем интервью я понимаю что люди отказывают мне потому что им нечего особо сказать а вот эти маленькие все бесконечные салоны красоты там бутики платьев и так далее когда вы смотрите вы думаете блин как они существуют откуда у них деньги но это невозможно все выдержать на самом деле они и существуют потому что эти деньги они не зарабатывают я моем окружении тоже есть такие люди и как бы прекрасно они стараются что-то делать но как бы бизнесом это не назовешь и вот поэтому рассказывать об этом бесполезно и я хочу чтобы скорее вы эту мысль понимали и понимали что но на самом деле в наших странах бизнеса не так много настоящего того что этим бизнесом можно назвать и и это как бы не не есть проблема не есть еще что-то но мне в своем блоге хочется просто не рассказывать вам сказки не мотивировать вас на какие-то странные действия да не показывать вам тех например кто готов платить деньги но при этом является там финансовым консультантом ну я не верю в то что делает этот человек и не верю что сегодня там это является актуальным по крайней мере для тех людей которые смотрят меня для меня самой вот и за счет этого мы очень много работаем сейчас над смыслом да мы добавляем какие-то рубрики вот вы видели добавилась рубрика ask me которая сейчас выходит по четвергам достаточно прикольная такая тематическая вот и ну не всегда как-то хочется в ней немножечко и дать вам смысла и немножечко дать вам хорошего настроения мы и такую делаем более академическое более ну такой интересной вот рубрика которая называется поднимите погуляем вот рубрика которая называется у нас новая жизнь понедельника это тоже прикольная рубрика это пятиминутка вот в которой мне хочется который мне хочется зарядить вас вот и собственно прямые эфиры мы тоже проводим пока с целью эксперимента потому что мне всегда очень лично не хватало на эти когда тебе кто-то нравится когда ты кого-то смотришь и мне всегда очень не хватало вот этого личного контакта личной связи иметь возможность задать человеку вопрос услышать от него ответ мне кажется это очень круто поэтому мне бы хотелось чтобы вы больше присоединялись пользовались этим моментом не приходили люди какие-то мудачьё которое там вечно пишет мне про сиськи письки и еще про какие-то вещи вот все таки хочется чтобы меня смотрели более разумные люди вот поэтому мы таким образом работаем над продуктом я считаю что каждый предприниматель он первую очередь должен быть озабочен своим продуктом я могу сказать что это очень непростая работа сложная но при этом вот на это есть силы потому что это интересно я постоянно вам говорю о том что на самом деле интересно делать есть энергия когда ты любишь то что ты делаешь и когда тебе это на самом деле зажигает и прет поэтому если вы понимаете что вас не хватает силы не хватает времени опять-таки возвращайтесь к началу к истокам и пересматривайте вам вообще нравится то что вы делаете или нет потому что сейчас youtube абсолютный пожиратель моего времени но это такое знаете добровольническое рабство и и мне это нравится ну и пользуясь случаем хочу вам показать прекрасный киев где мы живем и сейчас у нас идет такая выставка честь пасхи где очень много зайцев они такие классные посмотрите какие они классные приезжайте к нам в киев так ну пользуясь случаем я никому не мешаю пользуясь случаем я хочу вам сегодня показать как мы снимаем наши выпуски аскни выпуски про новую жизнь с понедельника вот потому что все время видно только потому что видно все время только какая-то красивая картинка я хочу показать вам немножко закулисья как это все происходит а на самом деле спрашивают тоже зачем вот эти все выпуски вы знаете хочется экспериментировать и хочется что-то пробовать и например выпусков к мион запланирован как выпуск где вы получаете ответ на одну полноценную какую-то тему где не нужно смотреть влог где не нужно смотреть про жизнь и где можно вот просто взять и посмотреть по сути всего все как есть в одной теме такой непосредственно новая жизнь это такая мотивашка потому что я понимаю что мало времени есть на то чтобы смотреть много всяких выпусков и пятиминутка которая тебя заряжает какая-то новенькая свеженькая это тоже прикольно поэтому мы экспериментируем с ребятами и сейчас пока в киеве холодно мы берем студии вот так вот приезжаем как сегодня на 4 часа у нас разные залы и вот и ленчик вот помогает нам вот ли она сейчас с бумажечками потому что на эти выпуски я безусловно готовлю какие-то тезисные планы в отличие от зажигалки для того чтобы понимать вообще ну какую-то структуру держать потому что времени очень мало и мы бывает там за несколько часов снимаем там 10 10 выпусков 10 программ для того чтобы затем это все могли монтировать вот все вот вот происходит именно так и что-то получается что это не получается у нас но мы по крайней мере опять таки стараемся и ищем потому что очень важно что-то искать новое очень важно экспериментировать очень важно докручивать вот недавно мы запороли там несколько выпусков я их убрала несколько съемок потому что не понравилось мы поехали переснимать вот очень важно расти в том что ты делаешь постоянно совершенствоваться и нам сейчас очень не хватает как-то ресурсов сил потому что мне кажется мы еще достаточно хаотичные в съемках носа сами знаете вот для кого-то снимать всегда гораздо легче что-то делать для кого-то когда ты сам участник процесса это очень тяжело когда ты пытаешься быть и режиссером в каком-то смысле и какое-то видение какую-то глубину дать и какой-то смысл наполнить это все каким-то смыслом и не просто там бегающим человеком который непонятно чего делает вот поэтому эта жизнь вот так у нас все происходит смотрите что происходит так ну что продолжаем вам рассказывать о нас продолжаю рассказывать в общем-то о ю тубе о том что мы делаем в контексте бизнеса и второй момент очень важный это упаковка линдаке за это классные прям не могу вот что такое упаковка в контексте ю туба это безусловно съемки поэтому мы начинали снимать как могу пробовали вот и сейчас начинаем немножко постигать уже моменты того какие блоги должны снимать на ю тубе и как должно выглядеть видео для ю туба потому что часто вы говорите там кто-то говорит о картинка должна быть там такая такая вы понимаете на самом деле момент вложности в нем прелесть в том что это такая естественная вещь и тут очень важно совместить вот этот вот удачный момент того чтобы картинка была и красивая но при этом она была жива чтобы вот камера как-то да вот так вот потрусилась ну так это вы трусилась потрусилась нормально ничего страшного где-то ножки врезали где-то ручки но это жизнь потому что мы не устраиваем художественные кадры блин зайчик как вообще как моя дочка алиса стране чудес смотри с этой стороны алиса классный какой и понимаете вот этот момент живости он очень важен и мне многие когда мы запустились начали предлагать какие-то продакшен студии давай мы будем снимать вам влоги вот и знаете стоит и выпуск где-то предлагает съемки влога от двух тысяч долларов типа классно художественно но вы понимаете ведь вопрос же влога мы изучаем youtube очень досконально сейчас вопрос вложенности он заключается в том чтобы это было живо это было настоящее это может быть где-то было немножко кривовато я вам скажу честно что иногда кривовато даже делаем специально для того чтобы вы обсуждали говорили там этот криво тут еще как-то на самом деле ну это жизнь и это гораздо более честно и гораздо более правдиво и воспринимается совершенно по-другому поэтому например я уже неоднократно говорила о том что продакшен нормальный который будет вам снимать например совершенно не означает что эти ролики будут смотреть с этим сталкиваются к нам уже по этому поводу кстати обращаются потому что мы запустили направление youtube для бизнеса для компании потому что очень много занимаемся анализом непосредственно того почему люди смотрят вообще youtube очень классная платформа потому что она такая мега честная вот здесь зритель рулит и здесь вы не поверите даже если вы сделаете накрутки то вам накрутки все обнулят и это вообще очень офигенно с точки зрения поэтому здесь упаковка точно также имеет значение как и в любом другом месте и очень важно найти не просто красивую упаковку а очень важно найти именно ту упаковку которая будет продавать вот мы этим и занимаемся день за дня поэтому много экспериментируем и сейчас я совершенно не боюсь сделать какой-то неудачный опыт или удачный стрика мне попа классная вот любой опыт он всегда позитивен и вы должны это понимать потому что именно опыт дает возможность нам оттолкнуться и понять вообще мы правильно делаем или нет сколько бы вы не писали на бумажке сколько бы вы не сочиняли сколько бы вы не говорили что там предполагали себе что нужно сделать так и будет зашибись как круто ну нет и именно поэтому хорошие большие компании всегда нанимают себе такую креативную группу компанию тоже которая занимается вот этой упаковкой все время меня это смотрит что так что не так это все время живой организм поэтому в своем бизнесе не стремитесь и не думайте и не надеетесь что вы когда-то дойдете во всем вот до идеальной формы до идеального продукта до идеальной упаковки и подачи все нужно менять как только вы начнете привыкать к одной стилистике нужно ее менять на другую потому что любой например тот же влог когда он снят по определенному шаблону он там через пару месяцев перестает быть интересным то что вам раньше нравилось сегодня вы говорите да что то фу да и абсолютно правы поэтому мы тоже над этим работаем и сейчас вот экспериментов проводим много поэтому обязательно пишите что вам нравится что мне нравится вот и всю скажем так конструктивную критику или предложение мы рассматриваем ну сильно не надо критиковать потому что всегда обидно когда стараешься стараешься тебя критикуют просто давайте какие-то свои пожелания рекомендации и мы будем их учитывать пока посмотрите на зайцев так ну и третий момент естественно в любом бизнесе это то каким образом ты будешь продвигаться как сделать так чтобы тебе узнало много людей и вы знаете я могу сказать что момент ютуба он крайне и просто сложен одновременно потому что его алгоритмы ну такие себе непонятные и существует множество моментов которых я кстати тоже вам буду рассказывать что делать чтобы ваше видео лучше смотрели но при этом вот знаете как и везде вы пытаетесь делать очень много различных маркетинговых ходов всего придумывать придумают придумывать а при этом процесс идет в своем времени и вот youtube очень интересен потому что прежде всего главный алгоритм у ютуба знаете какой не угадайте это контент тот момент если тебя хороший контент youtube дает тебе больше трафика тебя начинают больше смотреть но в то же время вот буквально на этой неделе в ютубе вообще были какие-то сумасшедшие слеты когда в день там было по три подписчика то есть вообще какой-то полный бред и говорят что у ютуба это происходит и поэтому сейчас главным для меня алгоритмом является все таки поиск контента потому что очень не хочется чтобы ну чтобы ты был как все очень не хочется чтобы твои подписчики не видели разницу между тобой там и другими бизнес какими-то каналами или там сравнивали тебя как то конечно же очень важно как и в любом бизнесе найти индивидуальность и вот индивидуальность она зачастую продвигает не только youtube канал но и другой бизнес вот тогда когда находится вкусная изюминка и парадокс знаете какой то что это нельзя искусственно придумать то есть вот это нельзя создать я поняла для себя сейчас и в общем то этот выпуск он как раз больше с анализами с вопросами к вам так вот я поняла что мне очень хочется добавлять больше искренности даже не то что добавляет а строить все на этом и поэтому я не знаю как я буду жить с рекламодателями потому что но не хочется мне этого вранья а не хочется мне этой фальши не хочется мне делать какую-то знаете картинку идеального мира или идеальных людей которые в нем живут у них так зашибись у круто они летают на частных самолетах у них яхты но понятие но у них еще и про кроме этого кучу всего никто не говорит что например яхты и прочие штуки у них там все в кредитах весь их бизнес они могут разориться то есть везде какое-то вранье и фантазии и вот мне хочется найти какую-то такую золотую средину и поэтому я обращаюсь к вам и пришел вас писать что вам нравится моих влогах что для вас является ценным более важным о чем бы больше хотелось подумайте о том что я сказала сегодня и пожалуйста напишите мне об этом а потом еще один такой момент который также интересно мне будет вам это интересно или нет есть какие-то вещи которые в моей жизни происходит например в этом году моя алиса идет в школу и я сейчас занялась поиском выбором школы частной школы не частной какой у меня уже множество по этому поводу всяких вопросов в голове и множество опыта вам это вообще нужно интересно или мы этот контент оставим куда-то в другое место чтобы вам хотелось вот для меня это очень 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 важно знать дабы я все-таки делала какой-то знаете особенный продукт и вас тоже призываю к тому чтобы вы задумывались над своим бизнесом и попробовали его сегодня разобрать хотя бы так как и разобрала я и кстати пользуясь случаем уже завтра я хочу вам напомнить у нас начинается программа 30 дней в ритме ирмиловой моя онлайн программа которая проходит в телеграме где в течение 30 дней мы будем с вами лично общаться где мы будем ставить одну цель и каждый день писать о том шаге который мы выполнили по отношению к этой цели я буду финалить свою книгу в этом месяце как вы помните к 1 мая я обещала ее закончить и в общем то я бы очень хотела чтобы все активные зрители моего канала они все вы все смотри участвовали принимали участие потому что это действительно очень классно заряжает и это действительно поверьте дает офигеннейший результат а вы сами можете не понимать как это произошло поэтому непременно присоединяйтесь к нам ссылочка под этим видео и непременно напишите мне пожалуйста все комментарии в отношении этого контента который я вам сегодня даю что нравится что не нравится чего бы хотелось наверно больше вот это наверно меня интересует больше ну собственно так я не буду сегодняшний выпуск делать очень долгим ну все я прикупилась это моя пасочка но вам же интересно все время че у меня тут смотреть это пасочка которую я купила и заметьте купила в салатейре помните салатейру мы снимали их значит рассказываю почему купила во первых потому что пасочку можно было пробовать и она вкусная это кстати очень важно когда вы что-то продаете найти то что все остальные продают большая конкуренция все час паски поставляли а это можно попробовать и второй момент для меня очень важный это то что я люблю покупать у своих люблю поддерживать те компании где я знаю руководителей где знаю людей потому что я понимаю что я как будто бы тоже делаю да не как будто бы конкретно делаю вклад в то чтобы помогать своим потому что они молодцы потому что нужно поддерживать это кстати знаете большой trouble потому что лично я со своими знакомыми когда общаюсь предпринимателями вот все обсуждаем всегда одну и ту же тему что почему-то свои как раз и не заказывают свои как раз и не покупают и поддержки от своих дождаться знаете из области такое что вот я сейчас запущусь и свои это точно купят вот это конечно большая редкость поэтому поддерживайте друзья своих я буду сегодня есть пасочку вспоминать иру и сашу если вы не смотрели выпуск посмотрите с ними обязательно увидите кений класс вы знаете самый главный момент о котором я хочу вам сегодня сказать это то что почему вообще я много еще и много анализирую много думаем и почему вообще хочу и делаю старая сделать этот влог со смыслом потому что именно смысл дает нам дает нам ту самую мотивацию дает нам вообще понимание того зачем мы пришли в этот мир и я эти вопросы начала задавать себе несколько лет назад тогда когда почувствовал себя достаточно на высокой волне зарабатывая большие деньги я перестала чувствовать удовольствие и прямо сейчас я хочу под конец этого выпуска показать вам кусочек выступления моего коллеги можно так сказать амирана который я услышала и он меня сильно впечатлил потому что я поняла что все люди люди вот какие-то правильные моем понимании они мыслят одинаково и у них есть одинаковые ценности давайте посмотрим я вот думал вот да мы вот все сейчас рассуждаем про то как заработать как стать успешными как стать знаменитыми и так далее вот есть некое светлое будущее которое мы себе рисуем и пытаемся протоптать дорогу туда что вас там ждет оно не только светлое я сейчас на его думал а что сейчас что сейчас я получил у меня слава у меня есть деньги вот какой я что у меня внутри я бы хотел вам про это рассказать немножко такой я популярен но одинок скажу вам честно слава которая у меня есть она мне не наполнила она мне сделала еще более одиноким и в какой-то степени несчастным я супер хорошо зарабатываю но не получаю удовольствие от того что покупаю себе на эти деньги меня обвиняют во всех смертных грехах и готовы растерзать в любой момент это кстати феномен в россии только в америке я вот смотрел так такого нет мне уже не нравится смотреть фильмы в кино я там засыпаю мне скучно становится раньше плакал правда искренне плакал когда делал социальные акции сейчас я не могу себе этого позволить потому что нет времени раскисать надо поддерживать уровень контента который есть популярность и так далее потому что это уже замкнутый круг некий я все меньше разговариваю с людьми просто так потому что мне скучно и на это нет тоже времени у меня джетлаг это когда ты приезжаешь пролетаешь долгий путь ты не можешь уснуть адаптация проходит я двое суток не спал вчера меня называли папой ютуба сегодня уже начинается тренд что хочу сдувается и так далее приходят новые звезды я хочу же не тот да хочу же не тот но и осипов тоже наверное уже семь лет и сейчас нам с осиповым надо очень сильно постараться чтобы вас дальше удивлять и давать вам что-то интересное мотивировать и так далее подумайте вот готовы ли вы заплатить за эту славу такую цену если готовы то поставьте себе еще другие цели нематериальные потому что когда вы все это получите я вас уверяю вы разочаруетесь я не знаю насколько близко было вам то что говорил миран но лично я его отлично понимаю и как раз мой приход на youtube и ознаменован тем что в какой-то момент я осознала что в этом заключается мой кайф что мне крайне важно с вами делиться крайне важно разговаривать крайне важно нести те ценности и то понимание жизни которые у меня есть в мир и это приносит мне ну нереальное удовольствие и идти нужно всегда за удовольствием идти нужно всегда туда где поют твое сердце где тебе классно потому что в какой-то момент ты понимаешь что ты можешь на всем зарабатывать деньги что по сути все все может быть классно но деньги сами по себе перестают тебя радовать и это ты понимаешь тогда когда они у тебя появляются поэтому сегодня задайте себе этот же вопрос а то что я делаю это приносит мне радость или я это делаю только ради денег и постарайтесь найти на этот вопрос ответ в этот светлый замечательный день спасибо что посмотрели меня я желаю вам замечательного дня сегодня в какой бы день вы не видели этот выпуск я всегда с удовольствием читаю ваши комментарии ну и не забывайте подписываться на мой канал потому что дальше будет гораздо зажигательнее и интереснее пока